Здарова, с вами настольный сюр, и сегодня мы с вами поговорим о Мортуме, средневековом детективе. Начать, наверное, стоит с того, что Мортум, это название местного мира, если что, не очень средневековье и не очень детектив. Это скорее детективное фэнтези-приключение, что мне на самом деле нравится больше. Внутри основной коробки вы найдете три маленьких коробки, внутри которых огромное количество пронумерованных карт. Все правила игры вам будут раскрываться постепенно, внутри каждого приключения, так что можно сразу вскрывать коробку и начинать играть. Игровой движок в самом начале каждой партии заставит вас выложить карту местности, трекер времени и персонажей, за которых вы будете играть. Мортум игра кооперативная, но вы играете не за конкретного персонажа каждый, а вы все играете по очереди за весь отряд. А сами персонажи это по сути набор токенов, коих бывает пять видов. И в процессе игры каждый игрок по очереди решает, чем будет заниматься наш отряд. Он может куда-нибудь сходить, что-нибудь исследовать, с кем-то поговорить или даже провести мистический ритуал. В процессе, открывая все новые и новые карты, у вас увеличивается пул действий, который вы можете совершать. Но, естественно, игра бы не была игрой, если бы не вводила определенные ограничения. Все дела так или иначе ограничены по времени. Как правило, вам дается 2-3 дня. А у каждого действия есть обозначение, сколько времени на него вы потратили. После 6 часов вечера вы начинаете уставать. И вам придется поспать. Рано или поздно. А ночью вам открываются новые ночные действия. Потому вы ограничены в количестве детективной работы. Тратьте свое время с умом. Помимо действий скарт, вы можете воспользоваться своими жетонами. Налета, обыска и наблюдения. Вы используете их в дополнение к своим обычным действиям. И времени они не тратят. Но активируются они только через 3 часа после того, как вы его инициировали. Наблюдение и обыск позволяют вам что-то такое интересное и новое найти. А вот налет более резкий, грубый и жестокий способ добыть информацию. И зачастую очень даже действенный. Остальные два жетона, боевые и мистические, тратятся в процессе игры в определенные моменты. Как правило, вы тратите или их, или расплачиваетесь временем. А иногда и вовсе не можете выбрать действия, не имея определенные ресурсы. Например, вы не можете провести спиритический сеанс, если у вас просто не осталось мистических токенов. И это в принципе все, если не вдаваться в спойлеры. Если что, правда, в дополнение убежище добавляется еще одно дело. И там появляются кровавые карты, которые довольно быстро уходят из игры. И вы лишаетесь возможностью воспользоваться тамошними действиями. На этом с правилами все. Давайте я вам еще свое личное мнение расскажу после того, как прошел все четыре дела. Начнем, наверное, с того, что я крайне рекомендую играть в четвертое дело после того, как вы прошли основную коробку. Оно хоть и довольно самобытное, но оно прям вытекает из действий, что вы делали в большой коробке. И если вы сначала пройдете убежище, то вы заспойлерите себе происходящее во второй и третьей миссии базы. Дальше по поводу миссии в базе. Первая миссия вводная, обучающая и в принципе потому довольно легкая и предсказуемая. Честно говоря, мне не то, чтобы сильно понравилась игра после первой миссии. Если у вас так же, пожалуйста, дайте ей второй шанс. Первая миссия просто обучающая, потому такая незамысловатая. Вторая миссия просто бомба. Она берет ваши ожидания и разбивает их. Вы думаете, что вот это плохое, это злое, но на самом деле это оказывается добрым. Вы думаете, что это произошло из-за этого, а на самом деле произошло из-за совершенно другого. Вы думаете, что этот персонаж хороший, а он оказывается плохим. Плохой, хорошим. И вот во втором деле интересный и запутанный сюжет, за которым действительно интересно наблюдать. И который вы прям хотите изучить и понять, что же там на самом деле произошло. Короче, второе дело прям огненное. Всем рекомендую, оно стоит того. Вообще покупка Мортума стоит только того, чтобы поиграть во второе дело. И вот если первое дело, по сути, является прологом для всей истории, а второе, по сути, мясным началом, то вот третье дело является продолжением второго. Прямым, четким, последовательным. Да, возможно, там уже не такой интересный запутанный сюжет, но все равно вам будет интересно, что там происходит и как вам выпутаться из той ситуации, в которой вы окажетесь. Плюс создатели решили разнообразить игровой процесс и добавили там довольно уникальную и интересную механику с ключами. Когда дойдете, поймете, о чем я говорил. Короче, третье дело тоже неплохое. И, наверное, оно стоит у меня на втором месте по крутости. Да, на первом месте второе дело, на втором месте третье дело и замыкает самое первое дело. Это если мы не касаемся убежища. Убежище продолжает как раз-таки основной сюжет, базы, и там уже развитие, да, третьей главы. То есть это, по сути, полноценная четвертая глава. Ну, полноценная третья глава, если первая глава у нас пролог. Так вот, убежище больше похоже на детектив, чем Мортум, потому что в базе Мортума, да, в средневековом детективе, мы перемещаемся по локациям, мы ходим по деревне, ходим по замку, по большим каким-то областям и заходим в разные дома, к разным людям и так далее. Здесь же все более камерно. Здесь все крутится вокруг одного большого особняка. Там есть пара маленьких построек рядом, но, в принципе, вы зажаты внутри здания. И сюжет больше напоминает 10 негритят. Или как это более политкорректно нынче говорить, я забыл название. А, их не стало. Вот. Короче, очень напоминает. То есть, вы находитесь в некотором аббатстве, там большое количество людей, и они потихонечку начинают умирать. И вам придется разобраться, почему так, а не иначе. При этом там добавляются вышеупомянутые кровавые карты, там добавляется бестиарий с монстрами, вы начинаете больше узнавать про этот фэнтезийный мир, и вы в процессе четвертой главы думаете постоянно, а это монстр сделал, или человек. А может быть, это человек, который пытается подставить монстра. Ну, подставить, который пытается сымитировать монстра. И, короче, это вот прям отличный детектив. И вот четвертая глава на самом деле стоит на одном уровне со второй главой базы. Если вы играли во вторую, то дополнение тоже советую и крайне рекомендую. В принципе, Мортум хорош, это отличный детектив, интересный детектив в интересном мире, который хочется изучать, и, честно говоря, после прохождения убежища хочется узнать продолжение, что же стало дальше с нашими героями. И вот это, я считаю, отличным показателем. Особенно для детектива, особенно для такого повествовательного жанра. В качестве совета я бы рекомендовал играть либо одному, либо двоем, либо троем, не больше. Если будет больше людей, то они начнут отвлекаться, лазить в телефоны, они потеряют нить происходящего, они потеряют важные маленькие детали, а Мортум полон маленьких деталей, которые, кажется, что вообще не важны, но на самом деле, когда ты откручиваешь свое повествование назад, когда ты начинаешь перечитывать карточки и понимать, вот что это слово здесь неспроста, это запятая здесь неспроста, и эти многоточия здесь тоже неспроста. Короче, здесь много намеков, много тонкостей, много какой-то информации, которая, казалось бы, не важной, а по итогу она будет решающей. Конечно, тут хватает ответвлений, которые отвлекают вас от основного повествования, и вы можете уйти не туда. Но для того это и детектив, чтобы вы своего внутреннего Шерлока Холмса раскрыли. В качестве минуса я бы хотел выделить один момент. Я бы все-таки хотел книгу правил. Ну ладно, не книгу, а две-три странички небольшой буклетик с правилами. Потому что буклетик, который лежит здесь, с частыми вопросами, для нас был вообще не показателен. Наши вопросы, наши уточняющие моменты были раскрыты на форумах, в факах, но не в том факе, что лежал на этой страничке. Например, нам очень не хватило иконографики для всех элементов игры. Про что я говорю? Например, вот эта карта говорит, что вы потратили один час. А вот эта карта говорит, что вы потратили два часа. И по логике, вот эта карта нам казалось поначалу, что говорит, что вы тратите как бы час назад. То есть, по сути, вы делаете бесплатное действие. И мы вот эти карты как бы пропускали, изучали, не тратя времени. А на самом деле, вот эта стрелочка говорит о том, что сзади этой карты есть арт. И если мы перевернем, о чем говорит стрелочка, то мы этот арт увидим. И, возможно, в начальных миссиях среди прочих карт там было об этом сказано, но мы или забыли, или не заметили. И вот, короче, нам не хватило памятки с вот этими символами. Да, вот так банально просто. С одной стороны, конечно, было, наверное, понятно, что действие, которое отматывает время, это очень странно. Но мы вот так интерпретировали этот символ. Короче, вот не хватило какой-то расписанной памятки, где это все будет в одном месте. А не так, чтобы нужно было первое дело первой коробке открывать и изучать там по карточкам. Короче говоря, подача и объяснение правил нам не очень понравилось. Хотелось бы буклетик. Но не считая этой маленькой ложки дегтя, все остальное очень добротное. Интересный мир, интересный сюжет, клевый детективный экспириенс получаете вы в процессе. И, да, интересная механика со временем, с ночевкой, с отдыхом, с боевкой. Вот это вот все. Говоря простым языком, стоит ли брать Мортум? Стоит. Если вы любите детективы, если вам нравится фэнтези, рекомендую. Интересный мир, интересный детектив. Огонь. И на сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Поставили лайк, подписались на канал, сделали репостик, написали какой-нибудь интересный комментарий. А пока не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами. И, знаете, убийца не дворецкий. Пока-пока. Тут еще титры с Бусть идут. Клевые чуваки, что меня поддерживают. Люблю их. Еще бы не любил. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok